О прославленном своими военными подвигами 4-м бронетанковом батальоне в истории сохранилось не так много фактов. Поэтому фотографии и документы из семейного архива Рейса Семенюк стали настоящей находкой для брестского краеведа Ивана Чайчица. Ценные материалы смогли пролить свет на многие события и сложив воедино новые факты и имеющиеся знания, историк постарался создать экспозицию о военной службе солдат отличившегося подразделения. Временной охват достаточно широк, период между Первой и Второй мировыми войнами. На выставке представлено 30 фотографий, на которых запечатлены моменты учений и отдыха солдат бронетанкового батальона, мобилизации и другие важные фрагменты жизни военнослужащих. Все снимки отслеживают жизненный путь Николая Плесюка, который и собирал эти фото, поскольку сам герой был командующим взводом этого батальона. Здесь представлено 30 фотографий. Многие из этих фотографий открывают свет на некоторые белые пятна в нашей истории Бреста. Например, здесь есть две фотографии, где идут похороны военнослужащих. Дело в том, что они погибли во время учений, сгорели в танкетке, и памятники этим военнослужащим до сих пор сохранились на католическом кладбище. Их можно там увидеть. В 1939 году 4-й бронетанковый батальон по мобилизации отправился под Варшаву. Николай Плесюк участвовал в обороне Варшавы. Он был ранен. Уже после войны он был награжден медалью за оборону Варшавы. То есть это человек, который участвовал в боевых действиях в 1939 году против немецких солдат. Военная служба Николая Плесюка богата на события. Солдат 9-го автомобильного дивизиона, расквартированного с 1921 года в Брестской крепости. А позже военнослужащий 4-го бронетанкового батальона. Лицом к лицу столкнулся с врагом при обороне польской столицы. Мужественно исполняющий свой долг, молодой мужчина не единожды отмечался воинскими наградами. Был удостоен медали за оборону Варшавы. Человек умирает дважды. Один раз, когда он закрывает глаза, и все с ним прощаются, его хоронят. Вот это наступила смерть. А вторая смерть наступает тогда, когда забывается его имя. Вот это вторая смерть. И тогда человек уходит навсегда. Но это, пусть маленькими буквами, но это вплетено в историю. И они все, они все бессмертные. Точно так, понимаете? Они встретились, они воевали, они отстаивали. И какая разница, что когда это было, но Первую мировую, Вторую мировую, но Первый встретил этот батальон. Это люди вот эти, которые нос к носу столкнулись с фашизмом тогда. Верные присяги бойцы 4-го бронетанкового батальона отважно защищали свое отечество. Они – герои Польши, которые навсегда оставили след в истории государства. Коллекция Раицы Семенюк стала настоящим открытием для брещан. Узнать о жизни польских солдат, о военных традициях того времени и познавательно, и интересно. Я очень рад, что судьба свела меня с Раисой Николаевной Семенюк, которая оказалась открытым человеком, в семье которой память – это не пустой звук. Там действительно с уважением относятся к истории своей семьи и чтят память своего деда, отца. Не важно, кто придет на эту фотографию – люди старшего поколения или молодежь. Если людям интересна история города Бреста, то благодаря этой выставке они многое для себя подчеркнут нового и интересного.